Евиной птичечки спровоцировали мой банк. Бьюти лайфхаки от Саши Позновой. Вы что, с мужем спите отдельно? Ну а тут барабанная дрова, на мне лежит ипотека. Привет, красотка, и сегодня у нас такое легкое болтологичное видео. Я буду вместе с вами краситься, как всегда, это наша любимая совместная деятельность. Я наношу на себя макияж, именно поэтому я сейчас без него. Плюс я делюсь новостями из своей жизни, потому что в последнее время что-то многовато всего произошло, и как-то хочется и поделиться, и чтобы вы были в курсе. Хотя те, кто подписан на меня в инстаграме, уже знают наверняка о большей части из этих новостей, но сегодня я подробненько обо всем расскажу. Как минимум, наверное, то, что происходит на моей голове, очень многих интересует. Я попросила вас задавать вопросы, которые меня будут направлять в этом видео. Посмотрите, пожалуйста, как я подготовилась. Кто не знает, это моя домашняя любимая кружка, то есть я ее на студию привезла из дома. Более того, я привезла с собой пакетик травяного чая, заварила его здесь, и хочу воссоздать вот эту уютную атмосферу, когда мы с вами как будто сидим просто на диванчиках. Ну, я в данный момент на полу. Вы сидите напротив меня, тоже обязательно заваривайте чай или берите водичку, и мы просто с вами болтаем. А, еще важный момент. Возможно, вы сейчас заметили какие-то изменения со звуком, потому что я решила поэкспериментировать и сегодняшнее видео записать без микрофона вообще, потому что в последнее время они меня очень расстраивают, при том, что я покупаю дорогие микрофоны, подключаю к хорошей камере, но они настолько искажают мой звук, что я либо басом разговариваю с вами, либо он становится каким-то глухим. И меня, если честно, это так отталкивает, потому что во время монтажа я понимаю, что это как будто не я разговариваю. Те, кто со мной давно, они как бы знают мой голос, что он не такой низкий, каким делает его иногда микрофон, поэтому сегодня я засела в такой вот, знаете, уголочек на студии, чтобы минимально было эхо. И я очень надеюсь, что вам сейчас комфортно слушать меня. Дайте знать в комментариях, насколько это так. На моем лице уже есть увлажняющий крем, поэтому я начинаю сразу с тон. И сегодня у меня это клиник Even Better Refresh. Беру бьюти-блендер и начинаю отвечать на вопросы. И, наверное, первое, что сильно бросается в глаза, это, конечно, афрокосы, девочки. Я заплела афрокосы. Ну, конечно, не сама, а сходила на процедуру плетения афрокосичек. И много вопросов от вас поступает, начиная с того, что «А зачем?» И заканчивая тем, что «О, как круто! И насколько это!» И как за ними ухаживать, и можно ли расчесывать, и чешется ли голова? Короче, много вопросов. Я понимаю, что тема эта интересная, и, возможно, если вы сейчас отреагируете положительно, я сниму целый выпуск на тему афрокос моего опыта, по крайней мере. Кажется, что тональник светловат, но это только кажется, он подстраивается под цвет кожи. В общем, я уже на самом деле сняла весь процесс плетения кос. Это было 10 часов времени. Ну, конечно, не все 10 часов стояла камера, но самые интересные моменты я сняла. Так вот, если вам интересна эта тема, я могу снять поподробнее, ответить на ваши вопросы, развеять мифы, которые есть у многих, и о которых мне говорил также мастер. И даже показать прически, которые можно делать с афрокосами. И уже эффект после. Потому что некоторые меня пугают, что мой объем уменьшится в два раза, или что волосы сильно испортятся по качеству. Мне хочется, конечно, убедиться в этом самой. Точнее, нет, мне не хочется в этом убеждаться. Я типа хочу это опровергнуть. Надеюсь, что я это опровергну. Но посмотрим. Я максимально аккуратно с ними обхожусь. Как всегда, мнения полярные. Кто-то говорит, я спокойно там ношу и не снимаю. Постоянно расплетаюсь и снова заплетаю. А кто-то говорит, что расплел, и у него половины густоты не стало. Ходить с ними можно целый месяц. Так что я еще не в одном видео с ними появлюсь. Но все подробности, наверное, в отдельном выпуске, если вы этого захотите. Но если так про меня в двух словах, то я прям в восторге невероятном. Это очень классный опыт. Кардинально меняет твой образ. Я вообще не могу сейчас надевать платье какие-нибудь, потому что мне таким образом хочется быть какой-то более дерзкой, более веселой, более активной. И вот удивительно, как всего лишь одна такая деталь, как прическа, влияет на твое самоощущение. Следующий такой вопрос и следующая наша тема, это капсом просто девочка. Пишет кофейня. Сейчас те, кто не в курсе, я вас посвящаю в эту тему. То, что Денис открыл кофейню. Многие удивляются, почему я типа не говорю мы открыли, да, потому что мы все-таки типа муж и жена, но потому что там меня вообще нет. То есть я не участвовала ни в чем абсолютно, от стройки до самой идеи. Это все полностью Денис и его партнер. Поэтому я там просто типа восхищаюсь, знаете. Хожу и думаю, офигеть, как все круто, офигеть, как вкусно. Но моего там физического участия вообще нет. Поэтому у меня язык не поворачивается сказать наша кофейня, но так как мы муж и жена, да, это наша кофейня, потому что у нас все напополам. И суть в том, что Денис просил меня ничего подробно не рассказывать, не называть название, не говорить, где она находится. И только не подумайте, что мы это делаем ради какой-то интриги, чтобы нагнать вот этот вот ажиотаж и потом как-то признаться. Нет, дело в том, что Денис хочет посмотреть, как кофейня будет развиваться сама по себе без каких-либо стимуляций с моей стороны. А мы с вами все-таки невероятная сила. Я в этом убеждена, что мне достаточно сказать. Девочки, идем сегодня там в кофейню вот такой-то адрес. И, конечно, вы придете. И, конечно, продажи будут намного выше. И вы там поделитесь, а вы 100% бы поделились, потому что кофейня офигенная, поделились бы со своими друзьями, близкими. И вот этот рост и развитие кофейни, оно было бы не таким органичным и не таким настоящим, как было бы без всего этого. А хочется посмотреть, как кофейня будет развиваться. Извините, пожалуйста. Более того, Денис сразу думает на перспективу, на расширение, чтобы она была не только в Екатеринбурге, была там в разных городах России, да? В идеале. И хочется посмотреть, как работает именно модель вот этой кофейни, как она сама себя раскручивает и как она будет себя вести в разных городах. Но могу сказать, что Денисом я очень горжусь. И то, что он делает, то, что они делают совместно с партнером, это прям революция в мире кофе. И все у них обязательно получится. Пока что закрываю на этом тему. И извините, что давала какие-то ложные надежды, потому что я сама думала, если честно, что я поделюсь, и типа это будет такая классная новость. И параллельно я наношу скульптор. Очень такой классный. От Stellar мне нравится. Очень долго расходуется. И цвет просто бомбезный. Следующий вопрос. Евочке скоро два годика. Как будете праздновать день рождения? Во-первых, давайте на секундочку остановимся и осознаем этот момент. Еве два года. Как? Когда? Я, конечно, не скажу, что время пролетело как одна секунда. Нет, я все помню прекрасно. Но все равно два года. Два года жизни новому человеку. Моему ребенку. Два года, как я мама. Ну ладно, ближе к делу. Пока что у меня планы такие. Так как два года это все-таки не три и не четыре, когда уже ребенок прям супер все абсолютно понимает и ждет даже своего дня рождения. Хочется ей устроить праздник, но не такой, что прям на весь день и супер какое-то торжество, чтобы она от этого тоже не устала. Потому что есть еще такой момент, что когда слишком много всего неожиданного, и ребенку типа всего два года, он может наоборот испугаться, и как-то это все не так гладко пройдет, как я себе это представляю. Поэтому я хочу сделать буквально программу на два часа. Пока что на этот возраст я нашла... Так, нужно что-то дальше делать, а то я зависла. Давайте нанесем румяна одновременно с хайлайтером. На два года я нашла такую классную программу. Это мыльные пузыри и аниматоры. Там, знаете, всякие такие приколюхи есть? Типа в мыльный пузырь в большой надувается дым, и все это летает вокруг. И мне кажется, это так круто. Заказываю тортик. Зову наших друзей дорогих. У нас друзья на самом деле раскиданы вообще по Уралу, можно сказать. Кто-то в Екатеринбурге, кто-то в Челябинске. И вот кто сможет, тот приедет. Многие с детками. И мне кажется, прикольно получится такой день. Подумываю я нанять на этот день видеографа, чтобы самой не таскаться с камерой и вот это вот все не пытаться успеть везде и вся быть, потому что хочется, конечно, в день рождения дочки наслаждаться этим днем вместе с ней, быть рядом. А насчет подарка у меня пока распыление небольшое в голове, потому что очень много и так у нас всяких игрушек, развивашек, вещей. И вот это чрезмерно большое количество, это тоже не очень-то хорошо, когда глаза разбегаются, чем заняться. Поэтому мне показывают два варианта. Либо украшение, либо бегобел. И знаете что? Цвет моей футболки прямо-таки диктует настроение моего макияжа. И я взяла с собой фиолетовую стрелку. Посмотрите! Почить цвет в цвет. Но это не фиолетовый, такой лавандный. Но перед этим нанесу золотисто... А может нет? А может нанести фиолетовые тени? Я, правда, кисточку с собой не взяла. Но ничего, пальцем нанесу. Подумываю я вот эти нанести, потому что я все время наношу что-то золотистое. Особо даже ничего не видно. А давайте нанесем ярко-розовый. Ого, какой цвет! А то обычно, знаете, это такие цвета, которые я никогда не трогаю в палетке, потому что они слишком яркие. Вот о чем я хотела сказать. Это вот то, что мне добавляют косички. Они сразу же добавляют какой-то решительности, что ли. Даже просто в отношении теней для век, понимаете? Следующий вопрос. Саша, что за бан в Инстаграме у тебя был? И как успехи с ним сейчас? Сейчас такая история будет. И плакать, и смеяться можно. В феврале месяце... Представляете, как давно? В феврале месяце я выставила сториз, где Ева, внимание, ест чупа-чупс. Но самое главное, что была она на этом видео в трусиках. Без верха. И Инстаграм удалил эту сториз по причине нарушения авторских прав, что это там порнография, обнаженное тело. Я думаю, ну окей, ладно, это типа право его, наверное, нельзя так делать, даже если это ребенок, и ему полтора года. Евины титечки спровоцировали мой бан. И вот с тех пор Инстаграм меня просто игнорит. Меня не могут даже найти по моему нику. То есть, чтобы вы понимали, когда ты вводишь с другого аккаунта Александра Паснова, тебе сначала Инстаграм выдает 200 моих фан-аккаунтов, всякие там Александра Паснова фан, Александр пробел Паснова, Паснова Александра, Ева, Лав, любим тебя. А мой официальный аккаунт, либо где-нибудь в самом конце, либо его нет вообще. Точно так же меня не могут отметить на сториз. Раньше у меня в отметках сториз, меня каждый день отмечало около 70-80, а то и 100 плюс человек. Сейчас у меня отметок 9-8, потому что меня просто не могут отметить. Я очень близко кричу на вас, мне кажется, поэтому можно сделать подальше. Я уже всячески писала Инстаграм, я уже даже писала моему менеджеру по Ютубу, поддержка со стороны другой платформы, конечно. Мой менеджер по Ютубу говорит, что у Инстаграма очень странная система поддержки, можно сказать, что ее вообще нет. То есть, мне до сих пор, чтобы вы понимали, не отвечают, просто даже не отвечают на мой запрос. На самом деле, это не очень так-то весело, потому что я поняла, что в один день просто могут взять, например, и удалить твой аккаунт, и ничего ты не сможешь с этим сделать. При том, что никакого предупреждения не было. Ладно, сначала, типа, сказали бы, не выкладывайте больше такие публикации, иначе там будет то-то, то-то. А тут меня вообще никак не уведомили, но потом я начала замечать. Это странная у меня статистика. Мои подписчики, мои активные девчонки, вы прям супер. Не знаю, такой активности я мало где видела, но новые подписчики, новые люди вообще не видят, как будто мой аккаунт. И вот как раз мой менеджер YouTube предложила такой вариант обратиться к моей аудитории, то есть я вот сейчас обращаюсь к вам, и поэтому попробовать меня поотмечать в своих сториз. Вот хоть что, хоть можете выставить стену и отметить меня там. Можете даже как-то незаметно, чтобы никто у вас там не заметил, просто дать понять Instagram, что я существую, что типа не нужно меня блочить, потому что я уже не знаю, куда обращаться, что делать. Часто бывает так, что вот твоя аудитория тебя и возвращает, можно сказать, к жизни. Ну, как мне сказали. Если вам это не составит труда, то я вам буду очень благодарна. Просто меня где-то отмечать в сториз, искать в поиске Instagram и как можно чаще. А у нас тем временем, смотрите, какие яркие тенюшки. Мне очень даже нравится. Попробуем сейчас нанести фиолетовую... Она умерла. Слушайте, а если туда добавить немножко водички? Beauty лайфхаки от Саши Познавой. Ну, правда, вдруг получится. Знаете, ее даже не видно на этих розовых тенях. Давайте лучше черный нанесем. Вот черный, мне кажется, будет хорошо видно. Вот так здорово. На самом деле, у меня такой облом произошел. Нас с Денисом позвали на свадьбу друзья. Ну, точнее, это не облом, это очень радостное событие, но я буду в этот момент с косичками. И вот, если честно, я себя с платьем, ну, никак не ассоциирую. А для меня свадьба это все-таки что-то такое нежное, легкое такое, еще и весна, прекрасный такой период, тепло. Так, сейчас главное повторить кончик. Ой, ну погнали. Эта стрелка получилась больше и шире. Теперь придется эту расширять. Немного шире, чем я думала получилось, но хотя бы симметрично. Уже хорошо. Наносим тушь, и следующий ваш вопрос интересный такой про мои сейчас активности. Девочка пишет, что она запуталась. Чем я сейчас занимаюсь? Йога, танцы, либо растяжка? На самом деле, я хожу на все это вместе, просто в разные дни, разные направления. Я поняла, что для меня это прям классный вариант, именно групповые тренировки. Я не особый фанат тренажерных залов, где нужно тягать железо. Может быть, я когда-то изменю свое мнение, но сейчас мне там скучно, что ли. То есть, для меня настолько вот эти групповые тренировки это такой энергетический, эмоциональный заряд. Когда я взаимодействую с другими еще девочками, с тренером, когда мы вместе заряжаемся вот этой энергией, это для меня вот намного ценнее, нежели просто персональная тренировка с тренером. Наверное, просто потому, что у меня нет какой-то прям определенной цели там что-то себе подкачать, накачать, и сделать это максимально эффективно. Хотя я понимаю, что максимально эффективно это именно заниматься с тренером. А у меня цель немножко другая. У меня цель просто как бы растрястись, согласятся. Когда ты сидишь с малышом, а первое время после родов в любом случае ты менее активный, менее мобильный, ты много времени проводишь дома, хочется вот именно чего-то такого, чтобы ты приходил буквально на час. У меня все тренировки буквально час длятся. Что йога, что танцы, что растяжка, что пилатес еще. В гамаках я хожу, пилатес в гамаках или йога в гамаках называется. Они длятся буквально час, но это такая разгрузка для мозга. Это настолько эмоционально заряжает, что я выбираю это, нежели продвинуться, например, эффективнее в чем-то, но не по взаимодействии с другими людьми. А танцы, наверное, это прям отдельная история. Меня всегда, всю жизнь тянуло на танцы с самого детства. Я ходила куда-то, знаете, типа там хип-хоп направления какие-то, где-то там растяжка, где-то что-то еще, но чтобы вот так вот ходить 7 лет подряд куда-нибудь в одну танцевальную студию, у меня такого никогда не было. И вот сейчас уже больше полугода я хожу на танцы. Это направление стрип-дэнс, стрип-пластика по-разному называют или леди-стайл иногда называют. Мы там чисто нашим узким кругом на каблуках в какой-нибудь обтягивающей форме под такую супер-секси музыку раскрываемся, танцуем. И это очень классно, тебя знакомят с самим же собой, просто с другой стороны. Танцы это вообще круто в любом направлении, в любом направлении, в любом проявлении мне кажется, танцы это прям вот наша стихия, стихия каждого человека. Просто надо найти свой стиль, кому-то вообще подойдет просто дома перед зеркалом танцевать. Но это такое высвобождение энергии, это прям вообще кайф. Вот прямо сейчас потанцевать захотелось. Следующий вопрос. Саша, вы что, с мужем спите отдельно? После моего влога прошлого, где видно было, что я с Евой сплю на кровати, а Дениса с утра не было, много посыпалось вопросов. Неужели Денис спит в гостиной, а мы с Евой спим вместе, или может быть мы поссорились? Я, кстати, просто фиксирую брови гелем, и их никак не окрашиваю, потому что вы помните, что, что, что? У меня перманентное окрашивание бровей. Я сейчас экономлю каждый день по минут 7 с утра точно, потому что ничего не делаю с бровями. Обычно даже я не фиксирую, просто сейчас я делаю макияж. Так вот, девочки, нет, мы не ссорились. Более того, даже если бы мы поссорились, у нас есть правило, что поссорившимися мы не идем спать. Мы должны обязательно поговорить, помириться, или просто хотя бы на доброй ноте уйти спать, и утром уже с доброй головой, например, обсуждать проблему, если она есть, но не засыпать сердитыми. Это прямо табу. Нет, девочки, все намного проще. У нас просто не хватает места, чтобы спать все вместе. А Ева спит со мной, и я не хочу спать отдельно от нее, и она не хочет спать отдельно от меня. И Денис спит вообще на полу. Просто здравствуйте! Не удивляйтесь, пожалуйста, Денис любит спать на полу. Это прямо его стихия. Мне кажется, даже если бы у нас была суперширокая кровать, он бы все равно хотел спать на полу, но нет, я бы его переселила к нам. На самом деле, он почти всю свою сознательную жизнь спал на полу, еще у себя же, живя там в Челябинске, потому что ему так для спины кайфовее, ему это больше нравится, ему слишком мягко на нашем матрасе, и более того, не хватает места, потому что Ева, она во сне вертится, как я не знаю, с ног до головы может поменять свое местоположение. От этого качества сна портится, что у меня, что у Евы, что у Дениса, и решается это на самом деле просто приобретением кровати кинг-сайз, это знаете, такой королевский размер, когда туда поместятся два взрослых и еще двое детей с боков. Мы выкрутились из этой ситуации так, что мы с Денисом перед сном всегда лежим вместе и почти засыпаем вместе, то есть я ложусь к нему на пол, да, ну там лежит коврик, спасибо большое, йоговский. Мы болтаем перед сном, шепотом, мы почти уже засыпаем, и вот-вот такое ощущение, что ты уже проваливаешься в сон, я поднимаюсь к себе, точнее к Еве и сплю всю ночь с Евой, поэтому все не так грустно, мы хотя бы засыпаем вместе, для меня это на самом деле даже важнее, чем спать вместе, вот это время философских разговоров о жизни или просто о том, как прошел день, о планах на завтра, это очень сближает на самом деле, но то, что происходит уже прямо во сне-во сне, что мы там не обнимаемся и рядом ли не жим, ну вот сейчас так, но в своей квартире я мягко двигаюсь к следующему вопросу, мы купим большую кровать, чтобы в нее поместилось пятеро наших детей, не знаю, но тут барабанная дробь, что мы переходим к самому главному вопросу, и новости номер один сейчас, наверное, в нашей жизни, это то, что мы купили свою квартиру, в этот момент я чувствую себя максимально взрослой, на мне лежит ипотека, давайте выпьем, пожалуйста, за это чокнемся нашими травяными чаями или что там у кого, что-то часто мы с вами стали чокаться в кадре, но это же неплохо, чин-чин, за то, что у нас начался новый этап жизни, мы стали собственниками квартиры, большой, просторной, с прекраснейшими окнами и светом, что для меня самое главное и для меня это самая большая боль, потому что где я сейчас нахожусь, девочки, на студии, почему? Потому что здесь хороший свет, а дома у нас нет хорошего света, поэтому дома я не снимаю, там, где мы сейчас живем, это наша съемная квартира, чтобы вы понимали, остановись, цветочек, да, это сейчас тема номер один в моей жизни, мы сейчас активно занимаемся дизайном, продумыванием вообще до мелочей нашей квартиры, потому что она сейчас абсолютно пустая, там просто стены, пол, потолок, благо хотя бы это есть, я знаю, знаю тысячу вопросов сейчас про рум-тур, он обязательно будет, но, наверное, не скоро все-таки, потому что сейчас мы на этапе вообще ни на каком, то есть мы просто отдали наше пожелание дизайнеру, и он вот сейчас придумывает нам идеи, моделирует все это, и я представляю, сколько работы впереди, я немного уже задевала эту тему в инстаграме, поэтому практически все вопросы, когда я вас попросила задавать вопросы для этого видео, почти все вопросы были про квартиру, по каким критериям мы ее выбирали? для меня самое главное было это свет, как вы понимаете, чтобы там были большие окна, и их там было много, и я могла там снимать в любое время суток практически, это площадь 100 квадратов плюс, потому что мы планируем там жить долго, расширяться в плане семейном, в плане количества детей, чтобы всем хватило и в перспективе места, то есть мы продумываем вплоть до того, что дети, когда подрастут, если они будут разного возраста, им захочется в свою там комнату, где мы будем делать разделение, знаете, вот эти вот моменты, это ни с тем не сравнится, это ощущение, что это прям твое, ты можешь здесь творить, и раньше я на самом деле не особо понимала, зачем все это надо, я была привержена съемной квартирой, потому что ты как бы свободный, зачем тебе обременять себя одним местоположением, нам очень нравится Екатеринбург во всех проявлениях, я сейчас не буду целое видео посвящать этому, но ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Сочи, ни какие-то более там маленькие, но зато экологичные города, ничего не прошло по нашим критериям, я все не могу уже прийти к тому, чтобы нарисовать себе карандашом форму губ, поэтому давайте я сейчас это сделаю и продолжу, вы слишком уж часто спрашиваете меня, накачала ли я свои губы, кто-то мне не верит, хочет приехать потрогать, ну что ж, приезжайте, всегда рада, но на самом деле, возможно, сыграл эффект увеличения от карандаша, вот это ламель, но я правда его уже показывала не раз, цвет номер 01, я прохожусь по контуру губ, и этим же карандашом я как будто схожу на нет до середины губы, и важный такой момент, наносила я карандаш изначально на бальзам для губ, таким образом, я рисую им не очень ярко, получается не такой вот сухой, насыщенный эффект, а более расплывчатый, размазанный, и от этого более естественный, и последний момент, нанести блеск для губ, у меня от Vivienne Sabo 3D эффект, может быть, он дает мне эффект увеличения, и по поводу квартиры, еще многие интересуются, почему остановились мы все-таки на квартире, а не на доме, потому что я вам когда-то говорила, что если уж свое приобретать, то скорее это был бы дом, не жили квартиры, и здесь мы тоже поменяли свое мнение, потому что осознали, что мы пока не готовы к дому, к тому, чтобы добираться до центра города там 30 минут, даже чтобы в своей любимой кофейне посидеть, поработать, нужно до туда ехать, чтобы отвезти Еву там на развивашке или в будущем в садик, тоже нужно ехать 30 минут, и то, что мы все-таки движные ребята, и мы любим быть среди людей, но опять же, наша деятельность позволяет нам отключиться вовремя, да, и в нужный момент просто посидеть у себя в домике, например, не выходить чуть ли весь день из дома, и только под вечер, например, прогуляться в парке, кстати, да, очень важным критерием для меня был в пешей доступности хороший парк, и на самом деле, в случае чего, если нам осточертеет город и вот этот движ, мы всегда можем уехать в деревню на несколько дней, где живет мама Дениса, и сделать такой детокс от города, просто погулять по лесу, ну и собственно, мой макияж подошел к концу, пожалуйста, оцените его, мне кажется, под этот стиль, под этот цвет футболки очень даже подходит, и новости тоже подошли к концу, и конечно, дайте мне знать, хотите ли вы вообще серию видео про квартиру, потому что это прям будет большую часть жизни моей занимать, я буду выбирать дизайн, мебель, почему говорю я, потому что, ну вы уже, наверное, знаете, Денис такой человек, что ему без разницы, в принципе, где жить, какая вокруг него мебель, какие цвета, главное, чтобы был порядок, и поменьше всего, поэтому в основном все стратегически важные решения буду принимать я, если вам это интересно, я могла бы делиться с вами, и даже создать целый плейлист, не только про рум-тур, но еще какие-то покупки в дом, можно быть отдельно дизайн детской, какие-то вот такие вот интересные квартирные вопросы, ну а я вас благодарю за просмотр, надеюсь, вы тоже приятненько провели время, и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, давайте его воскрешать из мертвых, увидимся совсем скоро, улыбайтесь чаще, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok